МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как только рухнула империя слава в результате революционных потрясений 1913 года, с разным другом, по неволенному, не темным народу взялись за строительство властных государственных структур. И на территории Украины я бы подчеркнул, это более известная статья, украинская народная республика, украинская народная руководительная Павловская руководитель, Карапасского, западная украинская народная республика, кубанский край на территории Северного Кавказа, и также, вовольная территория, в последующей территории, под руководством Адамуны Грибачева. Несколько было в каждой образовании. Объединить их в одном из каждой не удалось. Это первая причина нашего поражения в войне против российского империалиста. В то самое время на территории Кавказа, вольные народы Кавказа, начали объединяться вокруг Борской республики, вокруг Меджлиска Борской республики. И если уже в предыдущих выступлениях было не дало, но опыт этого старца было строительства, я не буду останавливать, только подчеркнул, что в составе руководящих органов данного государства были и те, кто принимали участие в частичном сотрудничестве с Украиной и налаживании контактов с Украиной. И даже участвовали в государственном третике Украины. Я бы подчеркнул, что среди двух наиболее известных лидеров Борской республики Павдумиджи Фюрмой, его представителя несломленного чеченского народа, также был Шимаха Коцов, представитель несломленного черкесского, габардинского, адыгского народа. Вот если мы говорим о Шимаха Коцове, то он не только был лидером Борской республики, и он также принимал участие в строительстве Кубанского края или Кубанской народной республики. Кроме него, в строительстве Кубанского государственного образования где доминировали украинские экономики и огромное влияние и значительный вес имели представители горцев, черкесов, отыгов, которые составляли около 10% мест в парламенте, принимали участие в строительстве государственных горных. Я вспомню только одного, не одного, нескольких, безусловно. Вспомню, прежде всего, солдат Ашакин Геребер, представителя элиты черкесского, адыгского народа, кто также корнями имеет связь с крымским, с татарским народом. Это был представитель, это факт того, что и представители крымского, татарского народа, убеденного сейчас на их собственной единственной и исторической территории, территорией, которая является автономной республикой Крым, представляете, часть нашего государства Украины, это их национальность. Их представители, это представители, по моему мнению, и черкесского народа, и частично крымского. Он взял участие в строительстве кубанской государственной. Я бы подчеркнул, прежде всего, что он был совместителем главы кубанского законодательного собрания, или кубанской рады. Даже название не Совет о Радах. А главой был Николай Рябовов. Спасибо, мы там, если можно, слайды переключить. Что касается султана Шахима Гирея, то он не только активно сотрудничал в строительском государстве. Он также брал участие в переговорах с Гетманом Бавлом Скоропадским в составе кубанского правительства, где Макуаре Бавлом и султан Шахима Гирея предлагали создать такой вот союз государственный от Украины через Дон Кубань до Каспия, с участием и Горской республики, и с участием Грузии, так же, как и есть Грузия, с участием всех вот этих составляющих. Почему? Почему такое было единогласие между представителями, собственно говоря, украинских и горских народов? Потому что они понимали, что только в союзе между собой, найдя общее понимание перспективы, они смогут образить давление российского империалиста. Кстати, на этом фотографии, на этом слайде, посредине Григорьев-Чема Ахотцева, который был, кстати, империще, членом Кубанской Рады. Я еще не вспомнил уважаемого эмира Северокавказского эмирата Узунка Житалдовского, который наиболее твердко отвечал на все пройки российского империалиста. Он минимизировал, скажем так, возможность переговора, если противник продолжался, проводил боевые экипции. К сожалению, Григорьев не довел боеведельность до составляющего результата. Также я хотел бы подключить еще один момент, который помогал нам сотрудничать в перспективе. Потому что это давался крупный Черноморско-Каспийский регион от Украины до Дагестана включительно. Этот регион был одним из наиболее перспективных с точки зрения развития региональной специализации хозяйства. Это из рабочих, это из скотоводчиха, это и виноделие, это еще металлургия. То есть того, чего не хватало на Кавказе могла дать Украину, что не хватало Украине могла дать Кавказ. А если что-то было необходимо, то можно было запрещено чем-то международным уровнем. То есть это был союз не только политический, как противодействие общему ворогу, а и союз, желание создать союз для актива экономического и политического развития. Не удалось многое сделать, но один шаг все-таки я подчеркнул. В тяжелейшем противостоянии Горская республика потерпела несколько выражений, но не планировалось, и попыталась заключить союз с Кубарским правительством. Этот союз был предварительное заключение не произошло, а подтверждение не произошло, но намерение было подтверждено во время Версальской конференции. Тут уже коллеги неоднократно говорили, что Запад был требованием народов, которые хотели быть больше, народа Украинского, Чеченского, Черкесского, Адыхского, Идушского, Табасарайцев, всех народов, которые хотели бороться за свою справедливость, как вот неуслышанно, тогда начали на микроуровне создавать союзы. После заключения этого союза генерал Генегин, который контролировал Белая империя, которая контролировала отмечаться Генегинской конференции, произвел переворот на территории Кубани. Перед этим был убит лидер Кубани, лидер украинского революционного движения Макулы, который был в Ростове на дону Генегинской форды с контрразведкой, а потом было арестовано все лидеры украинских самоземников и, что интересно, лидеры черкесских самоземников в составе Кубанской Рады. После этого даже была угроза и сделана, но закончилась изгнание. Тутанча, Кингерей, были изгнаны Айдек Навитоков, один из лидеров Кубани, лидеров Кавказа, знаменитый исследователь истории черкесского народа, то есть это представители элиты и экономические, и политические, и идеологические, и военные, по большому счету. Он даже не вернулся, он почувствовал, что угроза будет в жизни. Тот, который подписывал голову, забернулся, его повесили в Казнодаре, подлим, отделом и колори оболон. Противник плевал лицо украинцам, горстам, кавказцам, всем, кто был против потому что Деникин считал, что за ним Антанта, за ним Франция, Британия, которая будет слепиться. И так оказалось, что он проиграл, они не того поставили. В современной войне я считаю, что запад начал понимать, осознавать, что больше ставить на какие-то иные политические проекты, которые не основаны на национальном возрождении территории постсоветского пространства, невозможно. необходимо учитывать национальную составляющую, право нации на самоупределение как то, что из ключевых прав, на котором строительство происходило в европейском доме. И при этом все эти попытки умолчали, вот эти все преступления, которые проводила Российская Федерация на Кавказе, начиная с 92-го года. Помню, что творилось в отношении Руси. Потом помню, что произошло с Чеченской Республикой Ичкерия. За два года Чеченская Республика победила Казахстанский договор, это подтвердило. Но пероломный противник под руководством современного президента Путина начал в том войну провокации, провоцировал и обвинил самих чеченцев в том, что они не придерживаются Казахстанских соглашений. Иначе говоря, пока доминирует имперское осознание вразить в государственном строительстве, оно проникло глубоко и в образование, в социальную сферу, в пропаганде через телевидение, сфотом и такой жуткий стереотип, что русские повторим, как где, да что вы повторите, преступления, в той войне, которой вы гордитесь, и отвращаюсь к имперскому Российскому победили благодаря тому, что там были украинцы, которые положили 6 миллионов своих жизней. Там были чеченцы, ингуши, татары, они, герои крымско-татарского народа, его снили в выстреле, когда он был строг. Это преступление, это ценист высшего уровня. И теперь они после разрушателей, мы сравним, человек сегодня о создании Российской Федерации, и вот если не имели статуса в Союзной Республике, что и права не иметь народное самоопределение, это циничная попытка уйти от ответа. И вот пока не будет предположен край этому поспору, когда все должно строиться на основании решений Грековного Совета России. Нет, если переустраивать Россию, то надо начинать, чтобы снизу шла, не сверху. Как вы помните, как народ и Балтии попытались еще при Горбачеве, на первом съезде Совета в 89-м году попытались они провести, что они будут выходить. А съезд запретил, говорит, нет, большинства не будет. И народы Балтии, и Литовские Солнцы и Латыши поняли, что надо строить из них. И вот именно есть, исходя из этого всегда, сверховный орган, который может быть ненадежным, может быть коррунтирован, может проводить любое решение малого народа. Народ малый никогда не сможет иметь большинство и полноса в виде Российской Церквида. Именно поэтому я считаю, что на основании переустов после победы ее надо достигнуть. Ее надо достигнуть. Нельзя по мнению аж так спокойно от этих такой победе эта победа забирать на сотни жизни наших людей, уничтожать наши кульмары. Но она неизбежна. Так вот после пошли это не необходимо исходить из права выбора местных территорий на национальных территориях формирования и государственности. А уже потом, если захотят эти территории создавать новое образование, что-то будет так. Я поэтому согласен с теми предложениями, которые вы звучали не от либерала, а господина Пановаева. И вот в этом контексте последний момент, который я хотел бы посчитать. Между нашим украинским народом и между народом и Кавказом есть очень много общих ценностей, на которых мы можем и далее развивать сотрудничество. И эти ценности лежат в глубине нашей культуры. Это культура традиционалистическая, традиция, ключи и уважение к мнению старцев. Это культура, которая развивается культура. Это культура. Это культура. Это культура. Это взаимопонимание. И поэтому мы кроме того хотим подчеркнуть, у нас эпос воина. Украинцев это казак. У всех народов казак забирательный образ и тот образ воина легкого, смелого, отчаянного, неприемлющего над собой давление сверху, борющегося и готового дать свою жизнь за себя, за род. Так твой малый мир является составляющим, которое нас связывает. И поэтому если мы будем продевать взаимоотношения, взаимопонимание, уважение наших общих ценностей, тогда нам враг не будет странным, враг не сможет нас разорвать и противостоять одним образом. И Европа и западный мир поняли, что надо делать. Мы должны помочь понять, чтобы они еще активнее начали реализовывать реальный деятельность. Если бы его со своими студентами проводили анализ материально-технической помощи, нам начиная с начала цирокомашнабного одержания, когда у нас идет с 2014 года, она не прекращалась с 2018 года. если бы страны запад хотя бы 10% того вейно-технического потенциала, качества, которое происходит российское западное украинская армия не ставила вопрос о деоккумпации и украинской армии помогала народам реализовывать иные эффективы на постсоветском пространстве. Это донесли нашим партнеров, чтобы они из партнеров стали полноценными союзами. И последнее. Мне кажется, что я эмоциональную функцию благодаря коллегам дошел от научного доклада такое предложение политического отказаться. Но, по моему мнению, наука, если она не связана с современностью, если она не смотрит на чаяния народа, не отвечает на них, она превращается в что-то, что имеет коэффициентов полезного действия максимального. наука при обществе должны соизмерять идеи, вместе двигаться. Благодарю всех за внимание. Желаю всем нам, всем нам вольным народам, только обеспечить вольные народы, победить империю и вместе праздновать нашу победу. плагания наших народов не каждый в отдельности. Слава Украине! Победа Немного Большого Дмитрий Продолжение следует...